Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Давненько у нас не было рейтингов. Итак, встречаем антирейтинг бензиновых двигателей – топ самых ненадежных и проблемных моторов. Ну что, поехали! В этом антирейтинге будет много даунсайдинговых моторов, то есть малолитражных агрегатов, которые раскачаны до приличной мощности турбиной. Здесь у нас 1,4-литровый агрегат OGM A14NET, который достался автомобилям Opel и Chevrolet. Этот двигатель сошел с конвейером с ряда врожденных недостатков, которые производитель в процессе устранял по гарантии. На его счету не частая ситуация с разрушением поршней, проблемы с турбокомпрессором, а также фирменная проблема с работоспособностью системы вентиляции картерных газов. Если этот двигатель начал поедать масло, дымить, шипеть и жаловаться на бедную топливо-воздушную смесь, то все проблемы можно решить с заменой мембранного клапана, а также обратного клапана на входе во впускной коллектор. Если владелец вовремя не обратит внимание на жалобы мотора, то тогда картерные газы выдавят все сальники, а бедная топливо-воздушная смесь сожжет поршни, лопнут перегородки между кольцами. В общем, этот мотор балансирует на грани добра и зла и зачастую требует внимательного обслуживания. Поэтому 10 место. На 9 месте двигатель, который запомнился высоким расходом масла. Это 2.0 Twin Spark от Alfa Romeo. Именно двухлитровая версия получилась очень компромиссной. Здесь странная геометрия кривошипно-шатунного механизма с чересчур длинным ходом поршней и короткими шатунами. Из-за этого поршни этого двигателя, особенно в обновленном варианте, под Евро-3 с высотой поршней 51 мм, сильно перекладываются в районе верхней мертвой точки и чрезмерные нагрузки испытывают шатунные вкладыши. Жор масла в размере 1 литра на 1000 километров появляется задолго до проблем с износом пар трения. Капитальный ремонт с заменой поршневых колец отложит этап повышенного расхода масла еще на 100 тысяч километров. Также в этом двигателе изнашиваются фазовращатели и требуют замены. При износе они цокают и хрустят. Девятое место. Поехали дальше. Итак, восьмое место двигатель BMW N52. Этот мотор начали устанавливать на автомобиле BMW в 2004 году. Выпускался в двух вариантах рабочего объема – 2,5 и 3 литра. Этот двигатель по сравнению с предшественником стал экономичнее и технологичнее. Требователен качеству масла цилиндры отлиты из олюсилового сплава. Именно младшая версия объемом 2,5 литра имеет очень неприличный аппетит. Один литр масла на тысячу километров и более. Эта неприятность происходила и в гарантийный период. Компания BMW два раза меняла поршневые кольца в этом моторе. Но и в моторы с модифицированными поршневыми кольцами тоже приходится заливать раскоксовку, потому что рабочая температура двигателя очень высокая. Масло деградирует и забивает узкие масляные каналы. Но повышенный расход масла может быть связан с закупориванием маслоотделителя системы вентиляции картерных газов, задубением маслосъемных колпачков, а также просачиванием масла по всем уплотнениям. Щупа в этом двигателе нет, зато в поддоне есть датчик уровня, масло которому не надо слепо верить. Бывали случаи, что двигатель N52 израсходовав масло клинит. Зато цепь ГРМ в этом двигателе служит примерно 200 тысяч километров. А вот маслосъемные колпачки приходится менять каждые 150 тысяч километров. Облегчить жизнь этому мотору можно и нужно, чистив радиатор системы охлаждения и меняв масло каждые 10 тысяч километров. Восьмое место. Едем дальше. Итак, седьмое место. Не впечатляют надежностью рядные четырехцилиндровые двигатели Mercedes-Benz M271, которые устанавливались на автомобили CE-класса SLK и CLK с 2002 по 2015 год. Данный двигатель оснащен наддувом. Он дебютировал с компрессором ROOTS, а закончил с турбокомпрессором и непосредственным впрыском. Все версии этого двигателя проблемные, особенно поздние. Ранние версии двигателя M271 требуют специфического ремонта нагнетателя ETHAN M45, если его подшипники изношены и замену этого узла, если валы пострадали. Периодически требуется замена закупоренной трубки системой вентиляции картерных газов. Из-за этого газы выдавливают все сальники, а масло оседает во впускном коллекторе. Ресурс цепи ГРМ этого мотора 100 тысяч километров. Растянутая роликовая цепь быстро изнашивает все шестерни. Поэтому в худшем случае придется еще заменить и фазовращатели. Поздние версии двигателя M271 обрадовали своих владельцев вечно текущим пластиковым стаканом масляного фильтра. Также версии двигателя M271 с непосредственным впрыском запомнились перескоком зубчатой цепи Морзо из-за заклинивания гидронатяжителя. После этого мотор ехал либо в утиль, либо на капремонт. Итак, уверенное седьмое место. На шестом месте у нас еще один проблемный бензиновый двигатель, который жестко привязан к марке. По форме вы уже, наверное, догадались, что это оппозит. Да, это Subaru, печально известный EJ25. У этого мотора немало слабых мест, поэтому он требует особого обслуживания и особых доработок. Особенно это касается турбированной версии, если вы не хотите раз в год менять двигатель. EJ25 получился из двигателя EJ20. Путем такого превращения цилиндры утратили толщину стенок, а блок утратил должную жесткость. Из-за этого при малейшем перегреве продувает левую прокладку, где находится второй и четвертый цилиндр. Обычно в таком случае удается обойтись просто заменой прокладки. Более серьезный перегрев приводит к тепловому расширению поршня четвертого цилиндра, который, в свою очередь, на сухую протягивает зеркало цилиндра. Из-за этого двигатель, если не клинит, то начинает стучать. Этот мотор перегревается в жару во время движения, после наваливания, а также на фоне засоренных радиаторов. В высокофорсированных версиях этих моторов, в открытой рубашке охлаждения присутствуют укрепляющие перемычки. Турбированные версии двигателя EJ25 охотно проворачивают коренные вкладыши из-за перегрева масла, из-за его низкого уровня, а также из-за низкого качества. Чтобы продлить жизнь этим мотором, надо следить за уровнем и заливать только качественное масло. Шестое место. Поехали дальше. Ну, а перед тем, как мы огласим топ-5, посмотрите рекламу. Помните, что в «АвтоСтронг» есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами выбираем отличные мотоциклы из Европы и привозим их с полным пакетом документов. Если вы клиент издалека, мы обязательно сделаем видеообзор для вас. Обязательно обратитесь в «МотоСтронг». Все ссылочки и подробности в описании. Итак, пятое место. Среди двигателей Audi также есть моторы, которые приезжают на капремонт из-за появления задиров и появления характерных стуков, начиная с моторов 2.4 BDW с распределенным впрыском и заканчивая V8 и V10. Здесь у нас 2.8-литровый V6 BDX. Это мотор с непосредственным впрыском FSI. Если двигатель V6 от Audi начал по утрам стучать металлом, то добро пожаловать на эндоскопию. Скорее всего, при осмотре будут выявлены задиры. Кстати, цилиндры выточены в силу минного блоки. Производитель признал проблему и менял моторы по гарантии. Также применял структурное ханингование зеркала цилиндров. Но все равно поверхность осталась достаточно хрупкой. Некачественное топливо и факторы, которые истощают масляную пленку, рано или поздно приводят к задирам. Кроме того, эти моторы удивили тем, что гидронатяжители служат меньше цепи ГРМ. То есть грохот цепи ГРМ появляется из-за заклинивания одного из гидронатяжителей. Менять, естественно, надо весь комплект ГРМ. Правда, раз в 150-200 тысяч километров. А вот форсунки непосредственного впрыска стоит отвозить на проверку каждые 40 тысяч километров, потому что льющая форсунка приводит к задирам в цилиндрах. Распечатали топ-5. Погнали дальше. Ну что, подбираемся к топ-3. В 2002 году компания Toyota выпустила новое семейство двигателей V6, которые выпускались в объемах от 2,5 до 4 литров. Эти двигатели заполучили десятки Toyota и Lexus, в том числе и в составе гибридных установок. Среди этих двигателей есть моторы с непосредственным впрыском. Также с комбинированным, то есть непосредственный плюс распределенный. Это мотор как раз таки с непосредственным впрыском. Объемом 2,5 литров, снятый с Lexus IS 4GR FSE. Кстати, с непосредственным впрыском здесь все ок. А вот с 5-м цилиндром творилось и творится полная ерунда вне зависимости от впрыска и в объемах от 2,5 до 3,5 литров. Дело в том, что компрессия 5-го цилиндра падала из-за износа впускных клапанов и их сёдел. Инженеры нашли проблему. Дело в том, что воздушный фильтр пропускал песчинки, которые приводили к абразивному износу клапанов. Они заменили короб воздушного фильтра. Проблема ушла, а пострадавшие моторы меняли по гарантии. Двигатель объемом 3,5 литров не взлюбил 5-й цилиндр по своим причинам. Из-за недостаточного охлаждения лопались перегородки поршня, трескались поршневые кольца, да и сам поршень мог прогореть с повреждением поверхности цилиндра. Также многие цилиндры двигателя 2GR пострадали из-за керамической пыли разрушившегося катализатора. Также 3,5-литровые двигатели до 2010 года могли выдавить всё масло через разрушившуюся резиновую трубку, которая подает масло к фазовращателям ГБЦ первого полублока. Да и сами фазовращатели нередко на этом моторе разваливались. 4-литровый 1GR считается более надежным, но при легком перегреве он теряет герметичность прокладки ГБЦ в районе 5-го и 6-го цилиндра. Вот такое вот четвертое место. Полетели дальше. В топ-3 худших бензиновых двигателей вошли широко и печально известные моторы. На третьем месте легендарный даунсайзинговый двигатель объемом 1.4 TSI. Он появился в 2005 году. Это двигатель семейства EA111. Причем первые моторы оснащались комбинированным наддувом. Вместе с турбокомпрессором KKK работал нагнетатель ETHAN. В 2007 году появились более простые двигатели с работающим в одиночку турбокомпрессором Mitsubishi. Цепи ГРМ просились на замену после 50 тысяч километров, либо же перескакивали после парковки автомобиля под обратным уклоном на передаче. Турбины, если не выходили преждевременно из строя, то практически на каждом автомобиле требовали установки ремкомплекта перепускной заслонки. Также эти двигатели расходуют масло, хотя и не в неприятно больших количествах. Нагар на клапанах может привести к пропускам зажигания, а чтобы это устранить, надо устранить нагар на клапанах. Приближаемся к финалу. Третье место. Итак, на втором месте нашего рейтинга двигатель «Мечта сервисмена», совместная разработка BMW и концерна PSA. Встречаем E-P6 для французских автомобилей и N12-N13 для BMW. С 2005 по 2010 год этот двигатель кошмарил своих владельцев и давал заработать немало владельцам СТО. Много проблем было вызвано неадекватно длинными интервалами замены масла. Дело в том, что у этого двигателя высокая рабочая температура, и он превращал масло в жижу и проезжал на этой жиже еще 7-10 тысяч километров и приезжал на замену масла с густым гуталином в поддоне. Те владельцы, которые сократили интервал замены масла до 10 тысяч километров, имели намного меньше проблем с этим мотором. Этот 1,6-литровый атмосферный или турбированный двигатель имеет достаточно и других проблем. Например, система ValveTronic – это одна сплошная болячка. Также цепи не выхаживали из 100 тысяч километров, трескались направляющие, а болт-натяжитель цепи ГРМ – это бомба замедленного действия. При небольшом перегреве этот двигатель может вылить несколько литров антифриза в поддон. Со временем это маленькое чудо может начать есть масло и потребует замены маслосъемных колпачков. В самых запущенных случаях ГБЦ сместятся седла клапанов, а потом по ним и по подвисшим клапанам ударят поршни. Это будет очень яркий финал конца жизни этого мотора. Вы спросите, почему этот двигатель не на первом месте? А потому что после 2010 года большинство врожденных проблем было исправлено. Поэтому уверенное второе место. Итак, на первом месте нашего рейтинга расположились двигатели, которые не исправились и не избавились от проблем в ходе модернизации. Итак, встречайте еще одну порцию TSI. В 2006 году концерн VAG представил долгоиграющие и многократно улучшающиеся семейства двигателей 1.8 TSI и 2.0 TSI. Благодаря этим силовым агрегатам при произношении аббревиатуры TSI и TFSI у ваговодов начинается нервный тик. При упоминании семейства EA888 на языке вертятся нецезурные слова. Вообще, у семейства EA888 аж четыре поколения, и каждое поколение заслуживает отдельных добрых слов. С 2006 по 2008 год все было достаточно неплохо. Эти модные турбочетверки требовали преждевременной замены цепи ГРМ, а некоторых владельцев они порадовали перескоком. Если машину оставляли на обратном уклоне на передаче, повышенный расход масла в этих турбочетверках мог быть вызван неисправностью маслоотделителя. В 2008 году эти двигатели модернизировали. Модернизированные моторы с индексами CDA, CDH, CDN и другие прославили немецких инженеров на весь мир с повышенным расходом масла с завода, также проблемами по части давления в системе смазки, неудачными балансирами и быстрым зарастанием нагаров и впускных клапанов. С этих моторов немецкие инженеры заново учились спроектировать поршни, поршневые кольца и правильно наносить хон в цилиндрах. В 2011 году прошла очередная модернизация. Двигатели 1.8 и 2.0 TSI третьего поколения можно узнать по аббревиатурам CHH, CXC и CJX. Эти двигатели получили облегченный блок, облегченный коленвал, не столь надежный турбокомпрессор, пластиковый поддон и двухступенчатый маслонасос. Та-дам! Эти двигатели не столь охотно расходовали масло, но могли провернуть вкладыши из-за проблем с давлением в системе смазки и задрать постель распредвалов. А фирменная для всего семейства EA888 помпа, вынесенная за пределы блока цилиндров, еще чаще стало радовать течу антифриза по ее корпусу. Не моторы, а одно сплошное безобразие. Вот такой вот антирейтинг у нас получился. Обязательно напишите в комментариях, согласны ли вы с ним, либо же накидайте свой. Будет очень интересно. Напомним, что многие моторы из нашего рейтинга мы уже разобрали. Списочек будет обязательно в комментариях. Многие моторы мы еще разберем, поэтому список будет постоянно пополняться. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ-запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».